и последнее барк лауфикум забытая сунна на сегодняшний день это уделять внимание супруги уделять внимание супруги поцелуями добрыми словами прикосновений доводом тому является варак лауфикум хадис которым рассказа о том что пророк салаллах хадис привела будаут рассказа что о том что пророк салаллаху алейхи вассалям а целовал ю-каббилю бада звать слова некоторые свои жен передает и дальше родила на сумма и салью валя это вода затем он совершал молитву и не делал омовение в этом опровержении тема замок который говорят что прикосновение к женщине портит омовение барк лауфикум нет прикосновение к женщине братья ее поцелуй тогда не портит омовение что может испортить омовение если мужчина целуя женщину возбудился таким образом что у него от возбуждения пошла жидкость то есть то что называется мати то есть жидкость вот это портит омовение но не сам поцелуй также барак лауфикум в сашей муслим и пришло айша рода он рассказал что проксал сам целовал одной из своих жен будучи постящимся а потом она улыбнулась то есть она не хотел сказать что поцеловал меня но и слов она улыбнулась рассказывает от хадис понятно было что речь идет о ней также брать из тех доводов что надо жену постоянно целовать барак лауфикум хадис которым посланник аллаха салаллаху алейхи рассказать рассказал однажды посланник аллаху сам потянулся ко мне чтобы меня поцеловать я ему сказала я держу у разу на что он сказал я держу у разу и поцеловал меня братья вот этот хадис раз хадис умы салима что даже когда у нее начались месячный пророк салаваху алейхи васальм сказал анафисте у тебя пошли мечны и сюда и взял и лег с ней вместе под одеял хадис проксал сам что пророк салсом когда встречал своих сподвижников прикасался к ним а что сказать барак лауфикум ажи не что мешает тебе у брат каждый раз как вы дома женой пересекаетесь брат обнять ее поцеловать это возьмет несколько секунд женщина братья этот цветок который нужно поливать вниманием и любовью многие братья в наше время жалуются на свои жен барак лауфикум то что они потолстели перестали за собой ухаживать и тогда это подобные причины в первую очередь и одна из основных причин это что ты сам ты не уделяешь своей жене внимание ты ее не целуешь ты не говоришь о том что ты ее любишь ты к ней не прикасаешься ты к ней не прикасаешься а все эти вещи это как говоря вода который ты поливаешь цветок и цветок тогда только начнет цвистил такая на женская натура барак лауфик а если цветок какой бы он красивый у тебя дома не был ты его запустишь и перестанешь за ним ухаживать и поливать он же барак лауфиком завянет вот так же и женщины вянут жены мужей которые не уделяют и внимание но барак лауфиком затронув эту тему я хочу немножко сказать о том что вот тут есть очень маленькая очень важная брат маленький момент но очень важная такая тонкость братья мы с вами не раз говорили о том что каждый должен делать то что ему приказ вот все что мы сейчас говорим братья это призыв к мужчинам уделяя внимание своей жене прикасайся к ней целую и обнимаю и даже когда есть какие-то причины как у не мечтать как будьте страница подойдет не пророк салаллаху алейхи вассалям к давать начались мечты она пила барак лауфиком из сосуду он взял этот сосуд и повернул его так чтобы попить именно с того места откуда она пила то есть уделял ей внимание тогда это приказано мужчинам и об этих хадисах ни в коем случае женщине надо циклиться на этих хадисах женщина веди себя так как будто ты никогда не слышал этих риск и не знает что твой муж должен это делать она что ты его сестра обрати внимание обрати внимание на то чем обязана ты всевышний аллах спонсов алька не тату соли от описывая правильно женщина покорная женщина праведная ты должна быть покорной что значит покорная жена саид ибн усайб горло что мы ведь наши времена обращались с мужьями так как вы в наше время обращайтесь к своим правителям у тебя вызвал сегодня президент как ты будешь себя вести перед президентом вот так женщины обращались со своими мужьями женщина братья должна жить по принципу правителя про стал сам что сказал про правители придут времена когда ваши правители будут мешать вас того чем они перед вами обязаны сахарского пасаникова и что нам делать с такими правителями скал делайте то чем вы обязаны перед ним и просите у аллаха просите у аллаха том чем они обязаны вы вот такая женщина братья будешь счастлива с мужем который будет жить соответствии с постановлением того кто сказал аля я ламу ман халя кого голля тыфуль хабир неужели не знает тут тусу он тот кто создал не спасал нам куран и сунну который обучает нас как строить наши отношения семейные брачные барак лофику почему я об этом сказал что женщинам надо сделать так что вид что они никак этого этой забытой суммы не знают и не слышали если им вспомнить об этой сумме только тогда когда она сына своего или братишку свою будет обучать а что есть делать в отношении с мужем братья причи причина в чем проблема в том что женщины ведут себя в наше время как ведут себя хавариджи проксал сказал просите у аллаха то чем обязаны перед вами правителя хавариджи в наше время тот кто имеет их убеждение выходит с транспарантами с демонстрациями говорят мирные демонстрации которые потом переходе чем полная нахи вот так же и женщин наше время устраивают мирные демонстрации братьев у нас просто проблема никто об этом не говорит не воспитывает нашу общину поэтому прошу прощения приходится немножко подробностях об этом говорить некоторых братья задают вопросы как брат если я внимание вот уделять начинаю жене она потом не на голову садись она борзеет она наглее есть такие слова некоторые так говорят или нет тут брат барак лофиком я обращусь теперь к тебе с с сестрами надеюсь понятно сестрами понятно сейчас еще вернемся братья у нас есть крайность одна крайность это полная получается халат прямо полный игнор и халатное отношение к женщине мы для этого записали специально серию рока ислам побуждает хорошо относиться к женщине и сказали что это серия братья все что мы там печи это для кого для мужчин и поэтому барак лофиком это одна крайность когда халат на сигнур женщине то есть не живут по сунья где прохт стал сам скал лучше из вас тут и лучше всего относится к жене и лучше из вас то относится к жене но есть братья другая крайность а это барак лофиком вот так ранить из-за которой люди за этой крайности попадают то что описывает братья это что то что женщина на голову садятся смотрите брать внимание любовь ласка должна исходить от мужчины к женщине бой не отсыть по инициативе мужчины они по инициативе женщины как это понять смотрите примерно двух семьях примерно двух семьях две семьи услышали сегодняшнюю забытую сунну как она гласила уделять внимание супруги поцелуями добрыми прикосновить добрыми словами прикосновениями и так далее там подобное семья номер один жена услышала приходит может ну-ка поцелуй меня ты меня не поцеловал ты меня не растянь целого каждый день как выходят из улицы я же на улице она не может салаваться поцелуй меня ну-ка поцелуй меня ты забыл меня поцеловать так ты ко мне сегодня не прикасался ты мне сегодня одно доброе слово ты 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 вот у этого мужчины ваула и беляет аллахи если мужчина он тебя возненавидит и он брезгать начнет при каждом поцелуете он будет целовать тебя с ненавистью будьте говорить добрые слова ненавидит тебя вот это будет его отношение к тебе другая же женщина варк луфиком в другой семье услышав это и посмотрев на это через призму делайте то чем вы обязаны и просите у аллаха просите у аллаха то чем обязан перед вами ваш муж делает все причины чтобы ее муж поцеловал улыбнулась ему какие причины так чтобы муж меня поцеловал мне нужно сделать что-то что вызовет в нем любовь ко мне альхамдуля наша религия полноценном афарат на фельдкитабе вещала как мы ничего не упустили в наших дней пророк салсом упомянул же причины любви правильно же дарит и друг другу подарки и будете любить друг друга не указать ли мне вам на то что станет причиной любви среди вас это что еще салям распространяйте салям и так далее то подобно берет все причины барак луфиком она себя украшает она себя украшивает как это дело кто у мусульяем рода ванну когда умер ее сын она украсила себя для мужа несмотря на такое горе и смотрите барака братья барака какая была что после этого проксал сэм скал барак лауля кумафеля и лечкум дай аллах вам баракат ваша этой ночи какая барак мало что у них сыновья родились которые каждый участвовал на пути всевышнего вас по наталье так далее вот точно также женщина берет все причины украшаете говорит добрые слова мужа говорит ему ласковые слова и не говорит им поцелуй меня скажи мне что-то у него вала и у самого появится желание и поцеловать у него у самого появится желание и обнять у него у самого появится желание проявить ему то есть какую-то ласку и книг какую-то ласку и так далее там подобно поэтому вот эта инициатива братья очень у сестры делайте все чтобы инициатива исходила от вашего мужа ни в коем случае не делайте ничего чтобы инициатива исходила с вашего не заставляете не принуждаете не напоминаете не говорите один брат учил свою дочь говорил у доченька если ты хочешь то муж твой тебе что-то купил не говорим купи мне скажи вот бы мне такая такая можно если бы с тобой чем-то поделись мне так понравилось вот эта вещь я просто хотел с тобой поделись так поразит а ведь пойду аллаха попрошу чтобы аллах дал мне эту вещь пойду аллах попрошу чтобы аллах дал мне ты все намек ничего не как он усвоил что же и один прекрасный день он увидит барак луфеку в себе желание что ему хочется сделать что-то приятный он вспомнил что она хотела эту вещь и пойдет и купить эту вещь правильно или нет братья вот это очень очень важно и если если же мы начнем с о сестры теперь все если вы начнете настаивать поцелуй меня порвать выведи меня в парк своди меня в магазин купи мне это то это приведет тому к чему привело пророка салсам мы знаем прекрасно барк луфеку что пророк салсам поклялся что 30 дней не зайдет к своим женам сколько лежит 30 дней он ушел от них на 29 дней и не заходил ни к одной из жжет ученые говорят что причина этом было то что они начали у него требовать чтобы он больше на них начал расходовать и прошло 29 дней и проксал сам зашел каждый из них и дал ей право выбор либо ты останешься моей женой ничего не требуя меня либо я с тобой разведусь я обогащу тебя всем что ты захочешь и начал сайша я шарда лангет как я могу говорить предпочтение мирском и над тобой и потуска только никому не говорит что я тебе ответил хоть все жены рода лада ответил проксал сам так вот так вот должны строить соотношения осознайте это поймите это уже не требую ничего у мужа проси то что должен при ум у аллаха ну бери делать то что чем ты обязана перед ним а перед ним что обязана как проксал сам сказал что лучшая женщина та на которой есть ты посмотришь радует твой глаз украшая себя внешне украшая себя внутренне мы с вами говорили ибрагим алейс салям барак луфикум как разговаривал с гостями когда накрыл им стол аля так улет не отведаете ли вы искал ну конечно не отведаете ли вы даже если тебе что-то сильно нужно сказать например тебе нужно сводить больницу отведи меня в больницу не говорит так скажи не отведешь ли ты мне больше нет ли у тебя прости меня нет ли у тебя свободного времени я знаю что ты за не найдется ли у тебя немного свободного времени чтобы отвести и если он скажет нет не делай недовольное лицо потому что я недовольцом как будто говорит отведи меня вонись ладно хай риншал то ли попрошу прошу всевышнего ваша балах облегчил и тогда было его сердце смягчится было его сердце попробуйте о сестры жить так как говорит жена сайты нос выполняйте перед мужьями то чем они копей предправителями то чем они перед выполнять предпринять тоже чем вы обязаны перед ними и просите у аллаха то чем они обязаны и вы увидите как аллах смене склонить сердца ваших мужей к вам сколько забот и сколько внимания будет барак луфикум ваш муж уже для уделять этом а что касается мужчин братья барак луфикум то берите все причины следуйте за пророком салсом делайте все эти сунны вот ты узнал сегодня что пророк салсом целовал своих жёна род салала цель что проксосом даже когда месячные были целовал обнимал и уделял им внимание что пророк салаллаху алейсалям даже когда у разу удержал целовал свою жену даже когда я уже на столе у разу я тоже у разу содержит что проксосом когда сахабы встречал прикасался к ним по-братски а что касается а ты же к жене по-братски прикасаться не будешь по другому же правильно все это все это удели барак луфикум все это не пропускай один из бы обратном рассказывал что даже одна неверующая женщина горел при всех недостатках моего мужа это не вещь вот сколько в нем недостатка в нем есть один плюс каждый раз как он рядом со мной проходит он уделяет мне внимание видите женщина на это обращает внимание у аллахи братья женщина это вообще поэтому я побуждаю братьев делать это а женщин побуждаю забыть это если только вы не обучаете этим свои сыновей или своих младших братьев а вы делаете то чем обязаны и вы в шоке будете как ваши отношения изменить и это работает и это получается и это работает и это получается и как мы сказали если братья ты видишь что твой раз будет нет я сколько раз это дело да не может быть чтобы это дело это не работал не может быть такое значит есть что-то какой-то фактор который мешает мы ведь же есть асбаб есть причины есть результаты бывают иногда что мало не какие-то факторы мешающие там работа это бы рука лафик он то что облегчил всевышнего спонтально сегодня из записи забытых сон азового вальвале ваджа закумал хайрум тупы у тэхтэду у амана у вас он и и нэн бэн 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 и